нет я у детей забираю и себе их сюда вешу так какие задачи поставить сюда железу до фосфата доходят подарки чтобы это так что мы ставим в крыло или туда где сидушка я думаю будет логично сюда поставить это все детейлерская убрать и мне кажется будет он здесь как дома надо заметили да вот только вот там москва курск ну где я бывал да ну химию надо убрать только в краснодаре детейлерскую убрать на котором тоже ребята говорит сколько у тебя диты для детей линга это господи думаю боже мой не за счет а вот открыл ага может не поместиться это надо трансформируется зеленым так значит сегодняшняя задача и начало влога вот так вот началось сегодня буду ставить наконец-таки питание свою систему и ставить будем где мой чудесный железо фосфат правильно да выглядит он чудесным образом вот таким образом крышечка покрашена все вот такая байга хочу сказать не кипать она не это нелегкая тяжелая в сказал даже очень почему именно железо фосфат я выбрал потому что для полной зарядки его давайте чтобы не соврать так ребята сейчас умную речь такую толкаю вы скажите правильно я рассуждаю или нет почему я ставлю себе железо да для полной зарядки мы достаточно 13 8 вольт подать генератора педа транс восемь тире четыре да да и полная зарядка у него происходит от это нашу полностью зарядить нужно 14 7 14 6 где-то до до 15 соответственно у меня стоит стоковый генератора и в ближайшее время я пока его менять не собираюсь ближайшие полгода это точно но музыку очень хочется послушать поэтому именно принято было решение поставить вот такую штуку а никита огромное спасибо за такой за такую красоту чуть позже со временем да будет ставить эти тонат но после того когда я уже поставлю сюда генератор какой-нибудь а какой лучший генератор вот мне нравится пикачу как вы к ним кара стерео ну значит будем ставить кара стерео я ж квадратный как дом 320 да а прям сюда встанет как ухты а быть простит как он стоит а всего а я думал где-то под полтос будет а как взаимодействовать как как бы это литий и тистанат литий если они будут оба работать насколько это будет нехорошо одному достаточно одного заряда у какой рабочий же у фосфата идет 14 4 вообще ему нежелательно больше но не дружат в целом они но в идеале конечно либо ну по одному типу питания используем либо фосфат ты пользуешься либо титана желательно так потому что все равно тебе надо нужно ближе к 15 а фосфат то-то многовато то что 14 4 грубо говоря титанат будет отдавать и хорошо будет отдавать но лучше если он ближе к 15 понял принял у тебя прочно на под капот поставить 100 ампер будет еще фосфата и в принципе будет да будет достаточно стабильно будет ну как надо вопрос что ты будешь дальше делать по системе это уже совсем другая история еще один такой же сап который у меня стоит 2 из будет стоять еще один 4к соответственно и добавить еще один одну оружку и поменять динамики подъезжаешь секции на 8 манганата для этого титаната да лучше кстати а правда что говорят что титанат легче балансировать нежели фосфат нет типа у титаната типа прямая ну кривая вот эта нагрузка идет такая равномерная потихоньку а у вас фото не поймешь он заряжен или разряжен на всем протяжении там до 80 процентов примерно вот прям настолько в такие гибри тяжело сказать так как мы же не научный средство бюро как раз таки наоборот это над постоянно балансируется до как там 6 банок ну то есть банки на 2 больше поэтому разность между каждой банкой больше чем у фосфата у него их 4 всего фосфат более так как меньше топки по моему почти никто не балансирует у фосфата же меньше толк но большим пираж правильно убирать за счет своего пиража а у титаната сильно меньше емкость но там там несколько раз больше отдачи но не в несколько раз тут прям значительно больше в два раза я так да 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 если там грубо туда еще зависимость 50 50 амперный этот титанат отдает в среднем полторы тысячи ампер может ну а вообще в пик он может быть уходить и до двух тысяч но среднее значение у нее идет полторы надо смотреть вот еще производитель много чузы да там два производителя кстати не надо узнал об этом один короче может хавать спокойно 14 5 до зарядка еще другая не синяя банка другие банки он типа вот они хавают там от 15 только они начинают заряжаться плохо значит скоса в крыле вот она хотя ему здесь было бы идеальное как дома был бы а если немножко по извращаться типа вот она уперлась нам его немножко сюда вынести если у меня здесь может быть место есть чуть-чуть к примеру фальшик немножко ебануть и он такой встанет или так или так или по зверски выламывать ну то есть вот эту гнуть именно боковину и засовывать его эстетика пропадет надо снимать пол смотреть ну нам надо тогда снимать вытаскивать сап сколько он весит 30 35 то нет меньше килограмм 20 килограмм 20 еле поднял и пошел не можем салон если мы там салоны все просто уберем вещи просто вперед нам на любом случае провода так что за реклама тик тока пошла вы делаете ебутся коты охуеть вот ебать слышу целый охренеть ёбушки в рот ваше здоровье чё-то я это как мразь ну ладно можешь полку брать понял и так если в принципе ставить буфер на заднюю спинку то в принципе очень большой багаж я думал у тебя хоть какой-то дистрибьютор стоит а у тебя эти стоят у меня дистрики вот эти за 500 рублей по-хорошему нужно вот так делать получается 2468 нам на на 10 точек по-хорошему от на тебя покупать в магазине вот такой же на 10 плюсов на 10 минусов предохранителей наконечники под все эти провода убирать вот этот весь колхоз теперь вот сюда ставить один большой дистрибьютор и к нему уже заводить а то что мы сейчас будем заниматься будет полная хуйня вот они соединены как-то тогда да они соединились в этом математике пока смотрите видос не забудьте сюда подписаться а вот сюда записаться у меня здесь прай 4k 1 оружка и урал на пищал чуть позже еще один 4k еще один дюймсты арум и и в тряпку будешь действием нажимать час и урал заменится это хонда по-моему да это хонда а может тойота да просто девчонка ехал у нее этот был этот инста я просто я отмечаю он такая бля прикольно и голосовой записи блин на самом деле это очень ценно потому что я сколько езжу с этим инстаграмом со мной максим знакомились не надо знакомиться просто тачку сфоткайте я прям ну мечтала чтоб кто-то снял так что ты первый ты ну хочет как говорится хоть в чем-то первый вот так что очень приятно спасибо тебе большое с почином получается меня хотела сказать ты у меня первый а хотела сказать ты у меня первый а я я да ну хоть где-то я первый у кого-то пакет франк байбаста франк в общей сумме наверно килограмма на красном да ребер в соусе тебя ждет пиво а ты стоишь в пробке франк а ты франк Вань ну дешить николя а франк надежать кому поясняю мертвая абсолютно пробка вот все погашка а ела я в магия в 10 утра салатик уома но если вы держите наиткурсиве 1 кухой плюс такой короткий и это вопрос ты риторически да я говорю то что можно было бы здесь сделать красивые углы там все дела вот так бы там по-культурному но чтобы это сделать нужно попадать на бабки и менять вот эти провода мы этого делать не будем не то что это противно потому что человеку нужно сделать просто вот наша воля твои деньги мы все переделали кроме пол пол дим хоть ты в чем-нибудь шикарен мая хоть в чем-нибудь медведь и хотим выпьем да вот видишь димон ты в чем-то шикарен а я первую девушке вот этом бы блядь тоже хотим повесить его всадку привлечать чем ничего не нравится из того что у меня прикручено сделано полностью пострадал так же она есть нет когда люди приезжают данный гараж для спа переделывать также получше режем пополам его или отмеряем для того чтобы у нас питание стояла здесь сверху пока мы питали туда ставим да ну бум питание в этот в этот угол ставить раз туда не за не залазит просто или мы можем по факту чуть меньше отрезать и останется запас провода но мало ли потом что переделать или кстати мы можем как раз таки на проект сделать с этого же кабеля как вариант сечение это больше даже полтинник на все давайте сделаем на проект остаток он делает это на плюс-минус который будет просто пополам чеканал сделаем то есть аккумулятор будет же ставить вот здесь вот правильно а ему ничё от вибрации с ободом не будет нет так но сделать его уже сможем даст тем образом спинка закрывался вообще не касалось чтобы она не стуклась правильно моего поставим закроем спинку и потом только его зафиксируем к фальшполу на закрытой спинке естественно вот такая красота значит у нас получилось было какая помните на удобно смотреть то что сейчас каждый будет у тебя предохранитель на каждую свою точку типа совы не дай бог что-то у тебя сгорает допустим там усилитель на фронт да он допустим отгорает у тебя и у тебя не начинается эти козы по всей системе у тебя просто отгорают предохранитель ну да естественно будет из геморроя это снимать весь фальшпол снимать сап снимать питание фальшпол и ты залазишь меняешь уже здесь предохранитель но у тебя грубо говоря из цепи выходит только одно а когда у тебя стояла старый все дистрибьютор и так далее вот который мы поснимали вот они они идут все напрямки то есть вот он плюс на минус был они идут напрямую если у тебя что-то отгорает у тебя сразу же под капотом начинает выбивать предохранитель а если под капотом предохранитель у тебя нет горает или какая-то у тебя здесь будет проблема будет пожар именно для этого я возил огнетушитель вот сейчас как бы будет ну понятно что это не панацея но это по крайней мере правильно что у тебя заходит основное питание у тебя будет дополнительное питание у тебя будет везде предохранитель то есть у тебя сейчас будет колба под капотом с предохранителем и вот этот же плюсовой будет сюда приходить также с предохранителем потому что по всем законам у тебя должно быть с двух сторон предохранитель то есть он должен стоять в начале и в конце провода да то есть здесь тоже самое то есть у тебя идет с любого усилителя уже свой предохранитель то есть как бы в какой-то степени безопасно и удобно лучше чем то и плюс соединение у тебя каждый провод теперь обжат в клемму то есть да там вот допустим медная медно-луженая каждая под своим болтом теперь будет у тебя никуда не будет ничего как бы убегать провода все застяжены все жестко закреплено из минусов что раз в полгода хотя бы там раз в год надо будет обслуживать этот дистрибьютор надо будет разбирать грубо говоря когда есть свободное время и протягивать каждый контакт для того чтобы у тебя все было жестко зафиксировано потому что от баса он все равно раскручивается плюс от нагревания металлов так как успехи все окей отлично заканчивается это имеет но знаешь какой минус это все будет закрытой крышкой сверху будет стоять саб я не увидит этого а в голове то ты помнишь как здесь красиво да да с этим не подходит для этого все и делается вот именно поэтому снимаем вот этот чудесный видеоролик смотрели на данную красоту ну опять же это безопасно ты веришь это плюс мышь только что отпустили понятно что за пламеном вот он напишет фена нету блядь в гараже бомжи ебаные я просто так бы сам написал у нас есть фен нам просто пазду доставать это быстрее да блядь там когда последний раз вообще открывался смотрю там мало то что надо идти пылью покрылся так в чем-то хомутах ты в какую сторону воюешь бля мочи я проехал примерно пол часика фосфат зарядился напряжение стабильная 14 4 он показывает значит я включаю печку у меня включен ближний свет фар под дальний моргаем потом ближний ближний включен подогрев сиденье включен 14 3 упал 14 3 14 4 а теперь добавляем звука в Продолжение следует... Я очень прошу, максимум просад, который был, это 13,7, почему я ору, с учетом, что у меня был включен подогрев, включена печка, включен ближний свет фар, я стою на холостых оборотах, но потом я отключил подогрев сидения и убавил печку. Теперь то же самое, проведу эксперимент в движении. Тише, господи боже мой, уши мои не слышат. Значит, при 1500 оборотах в среднем напряжение максимум было 13,9, 14 стабильно держит. С учетом, что у меня стоит родной генератор, это очень подходит для железо-фосфата. Рабочая, точнее, 100% зарядка идет примерно 13,8, 14 вольт, да. Заряд идет полный, поэтому для системы с штатным генератором это прям очень круто. Здесь фосфат вывозит за счет своего ампеража 200 ампер. Кто-то скажет, что титаната больше вольтаж отдачи идет, да, с этим не поспорим, но фосфат компенсирует тем, что у него быстрый заряд идет и плюс своим объемом. В общем, я доволен, на первое время мне это будет хватать. Огромное спасибо Никита Кравченко, который мне подогнал этот чудеснейший фосфат. Огромное спасибо Артему и Ване из гаража... Как там, господи, гараж, аудио. Короче, ребята, я не помню, как называется ваша студия. Да, блин, что ж такое-то. Огромное спасибо ребятам из Гараж Мьюзика, которые мне это установили, исправили мой колхоз, который у меня стоял. Я максимально доволен и официально заявляю, что я ребят максимально рекомендую. Всем огромное спасибо за просмотр, ставь свой царский ошумленный лайк, подписывайся на канал. Больше валева, больше басухи. Всем желаю не просада и поздравляю всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. Пока! Что не получилось заснять? Получилась вот такая штука. Вот он у меня, мой фосфат. Вот они у меня, проводочки. Провода специально сделали подлиннее, потому что в будущем будем переносить, ставить еще один сабвуфер. Очень максимально аккуратно, красиво. Я доволен всем и вся. Субтитры работал DimaTorzok Я привыклый.